Внедрить систему электронных очередей требуют грузоперевозчики на казахстанско-кыргызской границе. По их словам, это поможет устранить заторы на пограничных пунктах пропуска. По данным логистических компаний, только сегодня на границе скопилось порядка 200 грузовых автомобилей. Появятся ли электронные очереди, и когда таможенные услуги будут полностью оцифрованы, объяснила Саяна Санакова. Заторы на границе беспокоят не только казахстанских бизнесменов, но и наших постоянных импортеров и экспортеров. Игорь Голубев – представитель профсоюза грузоперевозчиков Кыргызстана. По его словам, только сейчас на границе простаивает порядка 200 машин. Пересекают пункт пропуска в порядке живой очереди и занимает этот процесс от двух недель до одного месяца. Перевозчики считают, что комитету госдоходов давно пора оцифровать этот процесс. Все эти программы давным-давно готовы. Они работают на грузинской границе, они работают в Европе. Это все работает, это прошлый век. Это не проблема. У нас у всех перевозчиков есть смартфоны, он везде может зарегистрироваться, и компания удаленно может зарегистрировать его в очереди и так далее. Подать предварительное информацию, да там много чего. А мы не можем в наших дружеских странах из-за вот этой вот бюрократии или нежелания какого-то делать электронные очереди. Мы не должны с нашими товарами простаивать, мы не должны простаивать и один день. Нужно упрощать все процедуры, нужно открывать нам границы, чтобы мы могли возить товар. В комитете госдоходов говорят, что работают над этим вопросом. Правда, пока систему электронных очередей реализуют в качестве пилота только на казахстанской-китайской границе. Но все же, по словам руководителя ведомства о цифровизации таможенных услуг, дела идут хорошо. Сейчас уже порядка 82% всех выпущенных деклараций у нас выпускаются в автоматическом режиме в течение одной минуты. Это позволило нам сократить временные издержки. Таможенные услуги у нас на сегодняшний момент оцифрованы на 90%. Оставшиеся 10% мы по ним завершаем этапы тестирования и планируем до конца текущего года уже предоставить доступ пользователям для получения их в онлайн-режиме. Таможенные услуги оцифрованы на 90% или все-таки меньше. Грузоперевозчики в этой цифре сомневаются. Ясная картина, многочисленные заторы. Товарооборот между странами Центральной Азии все же растет. По последним данным Кастрейда, за 5 лет он вырос уже на 80%. Но судя по всему цифровизация идти в ногу с таким прогрессом не успевает.